Представители знака Зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп, зима 2023-2024 года. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами, не устаю это повторять. Любой прогноз не расскажет о личной истории, перепятиях каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы проведем с вами приятное время. Это первое. Ну а второе, поскольку жизнь наша все же настолько непредсказуема, может быть, допустим, альтернативные варианты развития событий или какую-то ситуацию, сможем просчитать на пару шагов вперед. У нас сегодня две колоды. Первая это у нас колода добра и вторая колода, второй стока. Давайте на колоде добра, я ее уже подготовила, достанем три карты. Это будет как три месяца. Декабрь, январь и февраль. Далее, на колоде второй стока. Мы посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Будет первая карта. Это любые дела наши. Что денежная энергия, финансы. Достанем с вами карту личная жизнь. Неожиданности. Приятности давайте достанем. Все-таки зима, правда, много праздников. И достанем еще одну карту, совет от карт. Или как-то подытожим наш расклад. Давайте будем смотреть. Итак, что есть у нас в декабре? Терпение. Посмотрите, какая красивая карта. Терпение. Здесь не только в плане терпения. О том, что у нас спокойное течение жизни, мои дорогие. Старший аркан. Есть, конечно, такие посылы от карты, что мы не должны педалировать какую-то ситуацию. Больше нам говорят, наверное, о сохранении того, что мы уже сейчас имеем. И о том, что когда спокойные энергии, нам больше будет удаваться решить вопросов, что-то согласовать, найти взаимопонимание с людьми. Не какую-то дистанцию, если она уже была в отношениях, то тогда мы ее не расширим. И вообще, в принципе, декабрь месяц такой, когда уже как что-то завершаем. Подводим итоги, все-таки конец года. Если мы где-то так не будем ускоряться, мы себя сами как будто поблагодарим. Может быть, отчасти карта говорит, если мы про итог, принять все те процессы в вашей жизни или то, что вот получилось у вас осуществить к декабрю, значит, хорошо и похвалить себя. Тот вопрос, который каким-то образом завис или не поддается к решению, либо нам методы нужно поменять, либо нам, может быть, в ту сторону даже и не нужно. Мы ведь часто думаем, что для нас это будет чем-то со знаком плюс. И не важно, чего это касается. Вот как по старшему аркану, это может проиграться любая сфера вашей жизни. Поэтому условно пространство нам помогает сделать какие-то правильные выводы. Карта нам говорит, пройдет какое-то время, и все встанет по своим местам. Ты наблюдай. Спокойно следи за суматохой мира. Вот как у Лао Цзы есть такая фраза. Вот где-то и вам. Давайте мы посмотрим, что январь. Смотрите, еще один старший аркан, первосвященник. Мои дорогие овны, вы великие мудрецы и все знаете. Как, что, как будто можете даже, если прислушаетесь к интуиции, будете знать, как правильно поступить. По карте первосвященник, это когда мы, с одной стороны, готовы учиться чему-то. Мы можем выступать даже в роли ученика. Но, с другой стороны, мы можем выступать как раз в роли иерофанта или великого учителя, когда мы все сами знаем. И если мы не будем себя куда-то тормошить, подгонять, у нас получится осуществить практически все. Это неспешная карта, и где-то она дополняет той энергетики по карте терпения, когда, если ты не ускоришься, ну, трижды, наверное, скажешь себе спасибо. Все придет в свое время. Первосвященник часто говорит о тех вопросах, которые мы можем согласовать в высоких инстанциях, как будто это благополучно будет. Многие вопросы найдут отклик, взаимопонимание. Мы пошли к чиновникам, нас, допустим, услышали. Или если была какая-то дистанция, предположим, с руководителем на вашей работе, вы сможете тоже договориться, опять же, находясь вот в таких спокойных энергиях. Потому что первосвященник – это карта надежности, это карта где-то спокойствия, мудрости. И, знаете, спокойного наблюдения, опять же, как лао-дзы, за тем, что происходит в мире. Даже карта говорит, что как будто та суматоха, которая может быть вокруг вас, вас она где-то не коснется. А для кого-то из вас, мои дорогие овны, личная жизнь и по первосвященнику проходят у нас, допустим, процессы бракосочетания. Увы, ну и бракоразводные процессы тоже могут быть. Но, значит, какой-то итог вы все равно подводите. Здесь словно сама судьба где-то вас может направлять, давая нужные подсказки, сводя с нужными людьми, помогая какое-то дело обустроить или какой-то документ оформить. Но мы открытый мир, мы готовы учиться. Еще по карте первосвященник. Мы не должны какой-то свой прежний опыт со знаком минус повторить. Мы здесь учимся на опыте чужом. И если стала какая-то дилемма, проблема, вопрос, как решить, тогда нужно собрать информацию, как это делали до вас. Словно по этой карте мы должны просчитать, ну, те места, где мы можем найти какие-то грабли. Правда, мои дорогие. Но, повторюсь, спокойное течение жизни. Февраль. Паш, воздухо. Ну, какие-то выводы мы будем это совершенно точно делать. И принимать, вот, может быть, уже в феврале какие-то решения. Если первые два месяца есть такой ритм неспешности, то, попажу в воздухо, мы как будто имеем идею, тема какая-то, может быть, для вас очень актуальная, когда мы ее хотим обязательно решить. В феврале месяце мы можем поменять даже точку зрения. Это карта любопытства, интереса к жизни, когда вас может просто захватить как что-то новое, когда мы уже прошли какой-то этап с учетом карты первосвященник, и мы видим новые возможности. Вам может быть интересная новая сфера деятельности. Для кого-то из вас, если в личной жизни уже поставлена была точка в прежних отношениях, или вы один, или одна, может так статься, что вы познакомитесь с человеком, который достаточно, ну, где-то импульсивен тоже, может быть, отчасти как вы, но его мысли не похожи на ваши мысли. И вполне вероятно, что вот эта непохожесть вас может где-то через любопытство притягивать к этому человеку. Но по пажу воздуха, знаете, мы должны что-то просчитать. Мы полны, ну, какого-то задора, мы хотим что-то осуществить, но риск должен быть исключен, потому что мы как будто должны найти правду, истину, как обустроить то или иное дело, не поддаваться, может быть, соблазну, где-то с наскока или какой-то решимостью, опять же, решить тот или иной вопрос. А когда мы все просчитали и посмотрели, что же есть по факту, давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес в целом на, вот смотрите, на три месяца иерафант вам выпадает снова карта. Это тот, который все знает. Есть возможность согласовать даже те документы, которые, в принципе, решить, согласовать, подписать сложно. И у кого чего касается. По иерафанту могут быть вопросы с переездом связаны, могут быть вопросы, связанные с недвижимостью, сменой недвижимости, сменой работы. У кого-то здесь из вас может быть как получение новой должности, признание ваших заслуг, мои дорогие, где-то, знаете, рост вашей экспертности. Вот это тоже может проиграться. Но по карте иерафант, ведь это у нас всегда чаще какая-то структура проходит, да, или какой-то порядок, мы говорим, безусловно, традиции. Вот опять же, карта продолжает все вот эти две карты, которые нам выпали на декабрь и на январь, и говорит о том, что если мы действуем по традиции, не идем где-то против системы, правил, норм, регулировок каких-то, или то, что принято в вашем обществе, ментально, менталитетом, мы говорим. Вот тогда да практически все, что вы захотите. Но нужно быть вот в этих спокойно надежных энергиях. И в эти два месяца особо или особую ценность будут иметь люди надежные. Как и для вас, это всегда очень важно. Но и вас, овны, тоже могут воспринимать с позиции, надежен человек или нет. Вот вы будете с теми людьми, которые по карте первосвященник часто проходят, люди, рожденные под знаком зодиака стихии земли, телец, дева, козерог, или имеющие там асцендент. Вполне вероятно, какое-то взаимодействие с конкретным человеком, который сделал себя сам. Или тот, который помогает вам решить тот или иной вопрос. Который сам как будто знает, уже где-то имеет опыт печальный, и он может обойти какие-то острые углы. Может быть и конкретно поддержка такого человека в течение зимы. Потому что у вас все же выпадает карта Иерофан дважды, понимаете. И сами-то мы не нарушаем закон. Даже не нарушаем какой-то, как порядок в обществе, понимаете. Не пытаться, обе карты говорят, плыть против течения. Как будто обособлять себя каким-то правилом. Это будет ошибкой. Даже если нам захочется что-то сделать по-другому. Но, видимо, январь и где-то с февралем будьте аккуратны. Потому что по пажу воздуха может быть такая импульсивность. Но в течение зимы больше на сохранение тех позиций, которые вы уже имеете. Потому что здесь будет рост либо вашей экспертности, либо вашего профессионализма, либо укрепление, если мы говорим про личную жизнь, ваших отношений, укрепление взаимопонимания. То есть все со знаком. Плюс вот в таких спокойных энергиях. И могу, забегая вперед, сразу сказать. И деньги, потому что Иерофант нищий не бывает. Все вопросы жизни, они как будто вот в этом ритме будут нам полезны. По пажу монет, правда, вот с учетом тем более еще и пажа воздуха, что-то может как новое дело заинтересовать или получение новой должности. Или, может быть, это как ремесло, хобби. У кого-то может быть и участие в делах детей. Все-таки по пажу это проходят часто и наши дети. И неважно какого возраста. Может быть, с другой стороны, мы столкнемся с человеком, ну, я надеюсь, это не для всех проиграется, но, может быть, тем не менее, человек, с которым у вас есть какие-то через финансовые взаимоотношения, может быть, и дела. И вот здесь вот будьте аккуратны, потому что иногда это люди, даже если мы говорим, дети проходят, да, по пажу монет. Здесь не ребенок, безусловно, даже, может быть, имеет человек почтенный возраст, но поступает он как ребенок, на него не понадеешься и ответственности не потребуешь. Поэтому кто-то из вас может столкнуться с тем, что были ранее даны обещания, которые теперь как будто не соблюдены. И надеемся сами на себя. Но я надеюсь, для большинства из вас будет проигрываться именно как начало чего-то нового, или новые возможности заработка, или способы, или пусть это будет связано, допустим, с получением, опять же, новой должности какой-то, когда вы будете делать карьеру. Но здесь сами по себе перспективы, причем те перспективы, которые на далекий период всегда по пажу, в любой колоде называю марафонский забег. Здесь именно дистанция нашего успеха с элементом прогресса на долгий период времени. Поэтому тут что-то может быть интересное. И с учетом двух карт первосвященника и эрофант, это словно вам пространство помогает, личная жизнь, паж Жезлов. В вашей энергии по пажу Жезлов будет много чего-то такого, что вас может увлечь. И у нас буквально здесь показана девочка, как будто, да, которая словно флаг поднимает и уже готова мчаться. Вот, наверное, у кого-то проиграется, не совсем нам тут про любовь говорят, но есть импульс, есть посыл. Что-то я хочу решить. У кого-то личная жизнь действительно таким или иным образом может больше говорить о наших достижениях. Есть еще и такой момент, что нам придется куда-то, может быть, отправиться. Причем мы эту поездку не планировали. И значит, следует съездить и разобраться, может быть, на местности или, ну, какой-то вопрос решить по факту его поступления. Есть быстрота в этой карте. С другой стороны, это может прийти какая-то новость и вас как будто на какие-то решения подвигнуть. Может быть, это будет касаться родственников. Но по этой карте, обратите внимание, она достаточно чистая. Нам кажется, нет подвоха, и мы с открытым сердцем и душой готовы к чему-то приступить. У кого-то это может проиграться, как правда, с учетом карты Паш Монет и двух арканов Первосвященник и Паш Воздуха, как знакомство с человеком, который вас заинтересует своей непохожестью на остальных. Либо непохожестью вот по вашим мыслям. Вот он как-то думает по-другому. Есть такой момент, по этой карте идет и авантюра. Поэтому с двумя арканами Иерафанта лучше в авантюрах не участвовать. Поэтому действительно что-то просчитывать нам придется. Искренний посыл, решить какой-то вопрос, пусть это в личной жизни. Или разобраться с какой-то ситуацией. Или, может быть, построить новые отношения, которые не были похожи на какую-то прежнюю историю. И вот эта чистая карта говорит о наших чистых помыслах. Не могу сказать по одной карте, насколько это проиграется в отношении для всех нас. Ведь каждый в своей какой-то ситуации. Давайте мы посмотрим. Я достану по одной карте. Поскольку Паш Жезлов нам совсем не рассказывает о возможных энергиях. Вот давайте мы так. Для тех, кто в браке, семейные, четверка Жезлов, мои дорогие овны, здесь у вас лучше быть не может. Четыре Жезла – это когда у вас все под контролем, когда у вас все так, как вы хотите, когда у вас все радует, когда есть праздник в вашей жизни. И вообще где-то дом полная чаша. И когда ваши планы сбываются, проекты, вас поддерживает, поддерживает семья или ваша пара, то все идет вперед. И если мы говорим Паш Жезлов, это просто даже, что бы тут ни приходило, это вы можете со своим партнером задумать, знаете, как новое дело. К примеру, не думали переехать, а тут вдруг вы вместе задумаете как раз, а не поменять ли нам жилье. У кого-то это может быть сопряжено, к примеру, опять же, либо с вашими изменениями по работе, может быть, как релокация офиса. Или такое может проиграться для вашего партнера. Но вы думаете, унисон. Давайте мы посмотрим для тех, у кого сложные отношения. А здесь по правосудию, тут действительно смотрите с первосвященником. Вы захотите что-то расставить по местам. Либо мы вместе, либо нет. Если уже какие-то отношения не сложились, я не могу сказать по карте правосудия, что словно что-то можно реанимировать. Тут, скорее всего, уже выводы какие-то нужно сделать. И все же правосудие у нас часто бывает, как сами по себе органы, судебные, может быть, или ее распруденция. Поэтому для тех, кто ваши отношения до этого момента не сложились благоприятно, или уже черная кошка пробежала, будем говорить, и дистанцию эту никак не сблизить. Вы задумаетесь о том, что вот тот союз, который распался, оформить до юра. Или у кого-то из вас через сложные отношения, все-таки правосудие, есть возможность проговорить. Вот если мы будем честны и открыты, и у нас есть все-таки по правосудию быть честным с самим собой, нам говорят. Наверное, отталкиваясь от этого, и с учетом вот этой светлой карты. И если мы можем как будто дать, знаете, последний шанс нашим отношениям, если они до этого времени, но каким-то образом не складывались, или само по себе взаимопонимание было утрачено. Так вот здесь мы сможем проговорить откровенно, в спокойной обстановке, то, что нас не устраивает. И вполне вероятно, мы сумеем договориться, хотя карта, она не говорит нам наверняка, что это получится. Ну, просто мы делаем уже выводы и подводим какой-то итог. Для вас будет, видимо, важно в течение зимы окончательно определиться, стоит продолжать эти отношения или нет. Можем мы найти вот утраченное взаимопонимание или нет. Сможем ли мы примириться, договориться или нет. Давайте мы посмотрим для тех, кто один или одна, возможность встречи. Да, может быть такое, но тут важно не сглупить. И тут словно квантовый скачок мы какой-то делаем. Может быть, действительно, тот человек, который совершенно, как и на нас, не похож, или он, как, знаете, сам по себе из мира иррационального, он может вызвать ваше любопытство, как я говорила, по пажу воздуха, и словно чем-то увлечь. Я не могу сказать, что это любовь с первого взгляда. Здесь больше приходит, например, через сферу вашей деятельности или когда вы пошли решать какой-то вопрос и случайно столкнулись с человеком, который именно вызывает в вас какой-то интерес. Или вы занимаетесь своей работой и тоже случайно встречаете человека. То есть это не та любовь, которую мы, ну вот, она приходит через чувства, а здесь приходит как будто через любопытство. Вот что-то такое интересное для кого-то из вас вполне может проиграться. Но это не просто значит, все равно скучать будет некогда, мои дорогие. Есть люди, есть интерес и, значит, есть возможность не быть одному или одной. Это точно. Давайте мы узнаем, каковы же неожиданности в король мечей. У кого-то вопросы, правда, связанные, может быть, с судами или вы должны решить вам, вы себе перед собой такие задачи ставите, может быть, на повестке дня это актуально, согласовать какие-либо документы с высокими чиновниками. Мы можем столкнуться с представителями законной власти, поэтому будьте аккуратны. Это все-таки у нас выпадает в неожиданностях, поэтому мы не должны просчитаться. По этой карте нам будет еще и важно где-то, знаете, рационально видеть то, что есть по факту. У вас две карты иерофант. Опять же, возвращаюсь. И есть какая-то конкретика, как на злобу дня, или есть какие-то упрямые факты, которые мы должны учитывать. Опять же, карта где-то напоминает не нарушать закон и где-то себе не навредить. Вот в колоде Таро Добра мне очень нравится это значение. По королю мечей или королю воздуха проходит такая фраза, там она прописана, убрать мусор из своей жизни. То есть вот все то, что я, наверное, с самого начала говорила, где-то не торопиться, вовремя подмечать, что применимо для нашей жизни, а что уже словно балласт, не пытаться действовать по старому шаблону, в более спокойных энергиях и такого, знаете, здравого анализа, рационализма, как будто зиму нужно провести. Тогда мы правильные решения более принимаем. По королю мечей, помимо того, что мы можем какие-то с двумя картами, повторюсь, первосвященник и иерофант, согласовать многие вопросы, как решить в высоких инстанциях, даже если это будут какие-то судебные инстанции. Но все же в неожиданностях у нас король мечей выпадает. У кого-то это может означать, что ты себя не подвергай риску напрасному. А для кого-то из вас это могут быть, все-таки по королю мечей у нас проходят еще узкие специалисты, такие как врачи, люди, работающие с металлом, или в принципе любой узкий специалист, который знает свою область. И если мы там не профессионалы в этой сфере деятельности или в этой области, карта нам сразу дает совет обратись к тому, кто знает, как правильно решить тот или иной вопрос. Но будьте все-таки аккуратны. Тогда мы сможем просчитать, как и в отношении нас, как может поступить человек, так и свои альтернативные варианты возможной развития событий. Какие же будут у нас приятности семерка монет? Те деньги, которые задерживались, мы их можем получить. Или мы будем, если раньше вы были, может быть, где-то согласны на такое краткосрочное получение денег, а потом хоть трава не расти, вы предпочитали, может быть, для кого-то, я не говорю для всех, лучше я сейчас получу какую-то сумму, чем я еще буду ждать. То здесь словно ваши взгляды могут поменяться в течение зимы. И вы будете отдавать предпочтение только тому, что надежно на длительный период времени. Какое-то новое дело вы можете как начать, или вам может быть предложено, или есть какое-то взаимодействие. Это и будет своего рода дистанция на длительный период. Это то дело, которым мы будем заниматься. По семерке монет всегда что-то в рост. Совет от кард, давайте посмотрим. Восьмерка жезлов. Но тут у нас полный вперед. Вот посмотрите, прямо как путь, можно сказать, жизненный путь, который освещается мало что солнцем на горизонте, так и еще усилены лучи солнца в виде расходящихся таких линий и дорог, путей. Много новых возможностей. Наращивание темпа. Значит, начало зимы. Нам будут важны вот эти спокойные, надежные энергии. Они дадут приоритет, преимущество, правильно оценить обстановку. И в последующем неизбежно приходят ваши энергии. Это карта перемен, это карта путешествий, это карта переезда, это карта, когда у нас, в принципе, получится осуществить то, что мы хотим. И это в карте совет. Поэтому, как и продолжай, говорит карта, так и наращивай темп. Вот ты с чем-то зимой как будто определяешься и дальше полный вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.